Здарова, народ! С вами Матвей Нуным, и это заключительный видос по теме Майор Гром Чунный Доктор, по фильму, который уже закончился в прокате. Сегодня я хочу поговорить не о фильме, а, как я их называю, о тупорылых и токсичных скалопендерах, которые везде высовывают свои усики, везде свои ножки противные высовывают и так далее. И опять же, как и в своем первом ролике, не буду что-то высказывать без сценария, но это просто будут тупо мои эмоции, так что я не знаю. Можете посмотреть, досмотреть это видео, можете выключить. Тут я буду опять же без сценария, я, возможно, буду, извиняюсь, если я сорвусь и буду где-то бомбить, потому что мне эта ситуация очень сильно заебала и задела. Ну, тут, точнее, не задела, но просто мне уже от нее тошнит. Я бы сделал голосование в ВК, конечно, какие ролики вам больше нравятся, как это обычно делают цивилизованные люди, но, к сожалению, я не могу пока что ВК настойить, так что не обессудьте, хорошо? Несмотря на то, что мой самый первый ролик про МГЧД, он является на данный момент самым популярным просматриваемым, извиняюсь, и за лайканным роликом на моем канале, я считаю, что я там много чего не досказал, много что пришлось не говорить, потому что если бы это видео бы затянулось на 24 часа, на целый день, можно сказать, так что не пришлось многое убрать, к сожалению, и пришлось кучу роликов записать. Я сегодня хочу поговорить о людях, которые без оснований кидаются на этот фильм, смотря на долбанутые. Я этих людей встречаю практически под любыми роликами про МГЧД, неважно, что говорят в этих роликах о фильме, то есть что-то положительное или что-то негативное. Эти долбоюбы все равно хотят вставить свои якобы кому-то очень важные и всравшиеся три копейки, да, блядь. Я просто весь апрель... Не сказал, что я нарочно ищу какие-то ролики, нет, я просто вбиваю в поисковике моего громчужного доктора обзора и смотрю, есть ли какие-то новые обзоры. Мне просто хочется услышать какие-то разные точки зрения или мнения. И под каждым видосом практически найдутся подобные хуй-плеты. Вот реально, мне даже... Вот я хочу, не знаю, вот такой пример простой привести. Мне кажется, многие, кому понравился фильм или не понравился, ну, люди, которые смотрели обзоры, сталкивались с этим. Но я лично свое говорю. Мне уже страшно открывать комменты, вот где... Ну, чувак, например, в комментах написал, фильм огонь, вообще шедевр, надо поддержать кино. И там просто я смотрю. И просто страшно открывать комменты, потому что я понимаю, что сейчас вот именно... Ой, блядь. Блядь, накинуться эти гиены, шакалы, скалопенды, коршины, называйте их как хотите. Накинуться вот это тупорылое мясо, блядь, и начнет просто обсирать этого человека и кричать, что фильм говно. Вот безоснованно просто, вот я не знаю как. Особенно меня, блядь, заебал чувак под ником Патрик Гейминг. Я хуй знаю, как его зовут. Как правильно. Этот чувак тупо задолбал, блин, говорит, ну, зачем нам еще на киновселенной и так далее, лучше Mortal Kombat поддержу. Ну, блядь, мне кажется, Mortal Kombat... А чем он отличается, Mortal Kombat? Mortal Kombat это такое же развлекало вода, это можно сказать, это не киновселенная, не киносериал, как у Marvel или DC. Но это все равно развлекательный фильм, как и фильмы от Marvel. В чем разница? Я понимаю, что пока... Просто вот, что фильм Годзилла против Конга, что Майор Гром, что экранизация МК. Они в каком-то роде все фильмы-аттракционы только с разными взглядами авторов, на мой взгляд, и с разным каким-то подходом. Говорить, что, блядь, кто-то лучше, кто-то нет, мне кажется, это глупо. Так что, чувак, извини, но... Ну, очередной фильм-аттракцион вышел, типа, и что дальше, зачем поддерживать? Тем более, у тебя там под хэштегом никто ничего не писал, так что иди нахрен. Задолбали также обвинять, лукавить, что, о, фильм про путинский фильм, там что-то еще, там, Арам Габриянов спонсировал, хотя не спонсировал, опять же. О, там, Аги, как бы, блин, Life News, вот это все, вот это все говно, блин, мне реально уже от этого тошнит. Просто вот заебали откровенно. Я вам сейчас, вот реально, я вам сейчас проведу вот этим долбоебом один простой пример. Вот именно для них. Есть такой мультсериал, смотрели вы его или нет, называется Аватар, легенда о Банге. И был там один такой персонаж, главный антагонист, лорд огня Азай. И было у этого чувака два ребенка, девочка Азула, которая была просто манипулятивной и поехавшей стервой, которая всячески старалась как-то понравиться своему бате, следовать его идеалам и так далее. И был у него сын также, по имени Зуко, который решил в какой-то момент не делать как отец и делать что-то благое более-менее. Вот так же со семьей Габрилианова, да, у Арама Габрилианова, вот, я понимаю, что их, хотя я не знаю, как их можно запутать, я понимаю, что они все на ААА начинаются и так далее, но, блядь, или они настолько тупые эти люди, что мы, блядь, ладно, хрен с ним. Армяне и в Африке армяне, я тоже наполовину армянин, так что ничего не имею против. Ну, блядь, я понимаю, что у Арама Габрилианова есть Ашот Габрилианов, и там, блядь, один чувак, блядь, в комментах тупо, блядь, спутал Артема и Ашота Габрилианова. Ашот Габрилианов съебал в бару, блядь, и начал там, ну, просто как батя начал творить какую-то хрен там тоже с пропагандой связанную. А Артем, Артема, я смотрел кучу его интервью, там, с 2012-го, с середины десятых, ну, ближе к концу декады, так сказать, и что-то я там, блядь, от него ни одного слова про политику или пропаганду не услышал. Я только слышал, что он что-то про комиксы говорит и так далее. Ой, блин. Еще вот, я вот не понимаю, вот, людей, как, этих, это не люди, это существа ебаные, безосновательно докапывающиеся, они иногда сами себе противоречат, например, они говорят, что фильм хайпят дети, недумающие люди и так далее. А, блядь, фильмы, фильмы, киновсерейный Марвел, фильмы из франшизы Форсажа, там, я не знаю, Черепашек и Ниндзя Майкла Баевских, Трансформера, ну, Трансформера это полное говно, я согласен, там, и она, кроме спецэффектов и боевки нет нихуя, ну, ладно. Вот, и она, кто вот эти все фильмы хайпит? Не дети, гики и люди просто, которые хотят расслабиться и позволить своим мозгам вот отключиться на время? Как это работает, типа, я не понимаю, блядь, вот серьезно, я сомневаюсь, что большинство мнений этих людей, ну, как мнений, просто эти люди, мне кажется, как губки, вот просто взяли, вот просто взяли губку обычную и просто вылили на ее вот кучу, я не знаю, вылили кучу поноса какого-то, и эти люди впитали, блядь, этот понос ебаный, и вот так взяли эту губку, выжили, блядь, в комментах, и, блядь, свое говно, нахуй, никому, не всравшуюся, начинают, блядь, выливать, если бы, блядь, ваше говно, с вашим говном кто-то считался, блядь, вот реально, но толку того, что вы там помомбите, блядь, еще что-то выскажите, еще такой персонаж, Евгений Сырский, да, блядь, ооо, Евгений, вот и она, Жека, Сырский, блядь, если ты это смотришь, блядь, не знаю, не смотришь, нахера я обращаюсь, тебе бы, чувак, реально, с беседой с Александром, блядь, лечь, сука, в плацкарте, сука, и наблюдать вам, думал, голубкам, на голубую луну, блядь, пялиться, сука, и барковать на верхней койке, блядь, я сколько читал комменты вот этих долбоюбов, они реально, они даже не могут аргументы привести нормально, вот просто не могут, я, реально, я достался, вот, у меня есть друзья-комментаторы на ютубе, я хорошо, что с ним познакомился, например, например, лаборатория номер 8, там, не знаю, Шиммер ТВ, Арунус и так далее, и эти чуваки, на мой взгляд, эти чуваки тоже, Арунус, например, написал, что он реально не верит смысла, вот, реально, он на протяжении, тоже, мне кажется, как и я, на протяжении всего апреля пытается подобным людям, хотя, опять же, это не люди, это тупорылый овощной салат, как по мне, он тоже пытался этим людям что-то с аргументами, без ругательств, что-то объяснить, но они его не слушали, они тупо переводили с тарелки, это пиздец полный, вот, реально, с такими людьми невозможно поддерживать диалог, блядь, вот, реально, я решил так же сделать, вот, реально, я, я просто, вот, не вижу смысла что-то объяснять, блядь, тупорылым, быдлонутым эгоистам, которые не приводят никаких аргументов, кроме, блядь, известного мнения, о, пропаганда, политику, ко-ко-ко-ко, опять же, в фильме есть только политическая подоплека, я только политическую подоплеку увидел, пропаганды я там не увидел в упор, что такое вот пропаганда вообще, вот, если так грубо говорить, пропаганда, это донос каких-то определенных мыслей, ну, или призыв к каким-то действиям или не действиям, ну, короче, к чему-то либо в интересах каких-то определенных людей, ну, то есть, чтобы люди, грубо говоря, лавировали интересы людей, которые эту саму пропаганду продвигают, эти идеи, то есть, пропаганда это донос каких-то определенных мыслей, что пытается донести в фильм, вот, что быть хорошим копом, это плохо, ну, окей, я понимаю, что в России, я не говорю в нашей стране, потому что я из России тучу лет назад с валютой, что извините, то, что, я не знаю, выходить на митинги, это плохо, то, что я не знаю, там еще что-то делать, мне одним недостатком фильма, опять же, это если вдумываться, мне недостатком фильма, еще одним показалось, который я не высказывал, по-моему, в других своих роликах про Майора Грома, то, что посыл фильма, ну, это опять же, если абстрагироваться от того, что фильм, что это кинокомиксы, что это выдуманная реальность, альтернативный Питер и так далее, что фильм как-то, ну, не особо вяжется с реальностью, опять же, что, типа, в фильме говорят, что насилие это не выход, но, если посмотреть на нашу реальность, какой пиздец строится в России, то ты начинаешь думать об обратном, вот, ну, это опять же, если вдумываться, но это тоже такое спорное ощущение может вызвать после просмотра, ну, это опять же, если не вдумываться, почему, что еще самое забавное, что вот эти, вот эти долбоюбы, скалопендероидные, блядь, губки, впитывающие понос, они, блядь, находятся на самом днище, то есть, если вы хотите, если вы, блядь, копрофакали мазохистов, вы можете, я не знаю, копнуть, блядь, именно на днище коментов, под видосом про этот фильм, и там реально, там, блядь, такой мир откроется, о-о-о-о-о-о, блядь, сука, люди, люди, блядь, еще вот эти говорят, что, типа, я не пойму фильм, он слишком детский, и так далее, я вырос с этого, блин, так а нахуя ты тут делаешь, вот реально, чувак, нахуя, ты тут делаешь, если тебе фильм показался детским, каким-то, хотя, опять же, я считаю, что, финакинский фильмы, киновсоединенные марлут уже, от какого-то шаблона, недалеко ушли, ну, некоторые фильмы, в всяком случае, ой, блядь, да, блядь, мы все плепеи, один ты патриций, в этих комментах, еще вот одна, противоречивая хрень, то, что люди, давным-давно, вот, спасибо тебе, Жека, Бэткомедиан, спасибо тебе, мать твою, что вбил людям в стереотип, что российское кино в жопе, и опять же, против Бэткомедиана ничего не имею, у него есть действительно качественные видосы, которые, мои любимые видосы, опять же, я не говорю обзоры, потому что, ну, блядь, у него, у него офигенные видосы, у Бэда, ну, блядь, я как бы тоже могу тыкнуть на говно и сказать, что это говно, типа, и все, как бы, опять же, против Бэткомедиана ничего не имею, но, все равно, не в этом суть ролика, люди говорят, что у нас кино в жопе, в глубокой, мать его, жопе, и хотят, чтобы российское кино поднималось, мать его, за ногу, с колен, мать твою, нахуй, извиняюсь, что матерюсь, меня уже реально просто бомбит, с этой ситуацией с фильмом, это реально будет заключительный видос, я обещаю, что больше роликов по МГ не будет, во всяком случае, где я буду светить своим еблом, убер маргинальным, так сказать, люди говорят, что российское кино в жопе, что, типа, западного кино в нашем прокате все больше и больше, и что нужно что-то свое придумать, российское, хорошее, и когда выходят фильмы по типу Майора Грома, все сразу говорят, ну блин, ну нахуя, ну это прокрымлевское говно, вот это все, ну нахуя, есть, блядь, аналоги получше, и фильмы проваливаются, из-за этого, опять же, я понимаю, что проблема фильма, это плохой пиар, ну надеюсь, бабловцы учтут свои ошибки в следующий раз, то есть, блядь, ну реально, ну если, если вы, блядь, если вы пиздите о том, что, не пиздите не в том смысле, что врете, а говорите, что есть какие-то охуенные заубежные аналоги, так и нахуя вы, блядь, тогда говорите, что российское кино в жопе, нахуя вы тогда вот это все говорите, блядь, я не знаю, я не знаю, как бы, бэт, скорее всего, не знаю, вот я опять же говорю, писал бабовцам, что было бы Жеку охуяно позвать на подкаст, чтобы была какая-никакая, ну дискуссия, мне было бы интересно на это посмотреть все, на все это дело, не знаю, навряд ли Жека запишет обзор на этот фильм и вообще видос про этот фильм, просто вот интересно, а если Жека подхвалит этот фильм, во всяком случае скажет, что этот фильм стоит потраченных денег, что подобное кино имеет место быть в российском кинематографе, да и на западе он тоже, ну ладно, это про зарубежный прокат, опять же, чуть-чуть попозже, вот и на, если Жека похвалит этот фильм, просто еще вот в России очень много эгоистов, причем эгоистов, которые какого-то хера зависят от общественного мнения, почему-то, блядь, и будет интересно, пересядут ли они после хвалебного, ну не хвалебного, а нормального обзора от Бэда с одного хуйца на другой, вот нереально это интересно, потому что я более чем уверен, что мнение вот этих людей, это не, вот и реально, я сколько листал комменты, я, блядь, не увидел слова Жеки, тьфу, Сложите, этих людей, извиняюсь, я уже просто мнярина бомбит, я запинаюсь, я пойду, поеждаю, что я, возможно, буду где-то тупить, я не увидел слова этих людей, я увидел только слова какого-нибудь Жеки или Ильи Бунина, ну Илья Бунин, это вообще пизду с полной, опять же, вот тот чувак, который написал, что, типа, фильм для меня слишком детский, я сверхинтеллектуальный, не буду такую хрень смотреть, я сошел на его канал, и, блядь, угадайте, знаете, до кого он подписан, на Юрца Хованского, блядь, на Юрия Хавана, блядь, твою мать, да, да, к чуваку, который, блядь, я уже сбился с счета, сколько раз к бутылке прикладывался, когда ролик про майора записывал, пиздос, блядь, опять же, я не хочу этот фильм сравнивать, опять же, про сравнение, хочу еще чуть-чуть поговорить, я фильм сравнивал в тех видосах только с подобными аналогами, я этот фильм могу, опять же, сравнить с человеком, муравьем первым, с первым же Че, первым пауком Рэйми, опять же, там, в первом пауке Рэйми, опять же, повторюсь, было тоже много Криши, но почему-то, паука Рэйми, что в России, что на западе, люди полюбили, то есть, он для них не какой-то тоже слега оригинальный, но довольно ламповый фильм, я даже могу отчасти, МГ сравнить с первым Бэтменом Ноланом, Бэтменом Начало, отчасти, Бэтмен Начало тоже был, 2К, 5-го тоже был таким, немного попкорновым фильмом, но тоже довольно неплохим и зречным, это уже потом, там, Тёмные Рыцари поперли, вот эта вся хуяная фигня, ничего, опять же, не имею против Тёмного Рыцаря, я Тёмного Рыцаря, как и многие считаю, одним из, удачных, одной из удачных экранизаций кинокомиксов, когда-либо созданных в Голливуде, ну блин, ну сравнивать этот фильм прям со всеми фильмами, со всеми кинокомиксами, которые были сняты, я считаю, это тупо, как минимум, это пиздецки тупо, блять, определитесь, кстати, вот ещё определитесь, кто спонсирует фильм, государство или Дисней, потому что, как бы, я знаю, что Дисней официальный дистрибьютор фильма, да-да-да, да, корпорация злает, это всё мы проходили, да, там, Звёздные воины скатились, вот эта вся хрень, скандалы с актрисой, из Мандаловца, это мы всё знаем, ну блять, ну определитесь уже, кто, чей фильм, типа, вот реально, определитесь, пиздос, блять, твою мать, и все ещё некоторые этот фильм сравнивают с ночным дозором, экранизацией, 2К4-го, типа, what the fuck is this shit, man, типа, я, я смотрел, я знаком со вселенной дозоров, Лукьяненко, я знаю, я знаком со серией книг, я её недавно дочитал, перечитал и дочитал, и я знаком с экранизациями, что с ночным, что с дневным дозором, я посмотрел эти фильмы, вот реально, мне просто интересно стало, что люди так говорят, что ох, офигенные фильмы, я посмотрел и такой, чё, блять, нет, фильмы нормальные, я их посмотрел на одном дыхании, они у меня вызвали эмоции, то, что у меня фильм вызвал эмоции, хоть какие-то это уже охуенные, я считаю, вот, но, блин, по тем меркам, начало нулевых, этот фильм, эти фильмы, может, были офигенные, вот просто, как МГ в апреле сделал шаг вперед для российского кино, которое долгое время в кулаке дерьма демона находилось, так сказать, так и дозоры Лукьяненко в свое время сделали какой-никакой новый мини-прорыв, так сказать, в развитии нашего кинематографа, но сейчас этот фильм реально смотрится, не скажу, не скажу, что как-то трешово, но как-то, ну, качество немного, какой-то заебанное, типа, я заметил, там, и на сравнении с книгой, там тоже много чего порезали, и так далее, ну, реально, у нас что, кроме экранизации дозоров, там, черной молнии, и фильмов Алексея Балабанова, ничего нету, чем мы можем гордиться, вот я реально этого не понимаю, блядь, я, я, скорее всего, я этот, не знаю, видос буду для вас распространить по тегам или нет, но, но, но писать поддержите моего грома я уже точно не буду, потому что фильм как бы уже отгремел в прокате и так далее, я уже подозреваю, что на этот видос пролетит куча дизов, блядь, как раз таки от этих ебаных, сука, скалопендр, да, 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 налетайте, блядь, давайте, 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 я, блядь, уже, мне уже просто ничего не удивит, вот что они мне напишут, что я продался, что еще что-то там, я не знаю, еще какое-то говно и так далее, давайте, пишите, пишите и сразу же полетите в бан, блядь, мне на моем канале под моими видосами не нужны неадекватные и токсичные долбоебы, которые зависят от чего-либо, чего-то, от чего-либо мнения и так далее, ой, блядь, сука, как с такими людьми, не то, что, блядь, в одной стране, на одной планете, сука, жить можно, я не знаю, блядь, это пиздец полный, блядь, фильм Джокер лучше, нет, Джокер, не сравнивать Джокера с МГ, можно, опять же, только отчасти, я не сказал, что фильм Джокер какой-то сверхгениальный, нет, он охрененный, я считаю, фильм Джокер, но, разве в нем такой посыл, что над ним надо думать, там, там тоже показаны протесты, там тоже показана мотивация ГГ и так далее, то есть, над этим тоже как-то надо думать, там и так все показывают, типа, хотя, опять же, Джокер офигенный фильм, но, почему его все так, почему Мэр Грома сравнивать именно со всем супергерой, со всей супергеройкой надо, я не понимаю, достаточно сравнивать просто с подобными примерами, ой, ёб твою мать, я опять же, я не кинокритик, не профессиональный кинокритик, я опять же, я художник и дизайнер, я учусь на дизайнера, художника и так далее, я логотипы рисую, там гулем вырезаю на ледулами и так далее, ну, блять, но даже я понимаю, что, я даже я умею отличать гитку от политики, я понимаю, что это взаимосвязанные понятия политика или гитка, но, блять, я уже говорил, я уже говорил в этом видосе, что такое, что такое пропаганда и что такое гитка, гитка должна к чему-то агитировать, к чему-то призывать, к каким-то действиям или недействиям, в интересах тех, кто эту агитку продвигает и пихает всем. Блядь. Но я понимаю, что альтернативный Питер, он так, опять же, не вяжется с нашей реальностью, и такой Питер, возможно, утопичный мы никогда не увидим, хотя, опять же, Питер прекрасный год, хоть я там никогда не был, я только по слухам так сужу. Извините меня, конечно. Я понимаю, что это не какой-то... Ну... Ну я хрен знает. Я не знаю, что с такими людьми делать, сука. В такие моменты пиздецки задумываешься о смысле жизни, блядь, нахрен существуешь, блядь, нахрен, блядь, существует Россия, блядь. Ой, ёб твою мать. Вот реально просто, вот, я сейчас обращаюсь и к тем скалопендруидам, и вот этим людям, которые фанатеют по этому фильму, вот именно фанатеют. Именно призывают насильно на этот фильм идти. Давайте так, чуваки, вот давайте без фанатизма, вот я по-моему обращаюсь, без фанатизма давайте. Не надо в крайности какие-то уходить. Я, опять же, я фильм не вылизываю. Я понимаю, что у него есть минусы. У всего есть минусы, опять же, от количества этих же самых минусов зависят. Но перезасирать этот фильм мне тоже язык не повернется. Потому что я понимаю, ну, блядь, 4 года, блядь, 13 драфтов сценария, блядь, смена, блядь, актюгов и режиссер, ёб твою налево. 6-7 сценаристов, я уже не помню, сколько точно. Этот фильм, ну, реально, блядь, за 5 лямов, сука, такую красоту показать. Вот и она, ещё совет Баблса. Вот и она, Баблса, вот и она сваливает. Не то, что сваливаете на запад. Нет, в России можете оставаться, продолжать снимать кино. Но лучше свои фильмы снимайте сразу же для стриминговых сервисов. Опять же, по типу Нетфликса, там, Дисней Плюса, HBO Max и так далее. Там, для кинопоиска можете и так далее. Это всё дело загрузить. Потому что, ну, блядь, я реально считаю, там, Реннелл, тот же чувак лаборатории номер 8, высказал в комментах, что Реннелл, что он пришёл к выводу, что русские недостойны этого фильма. Я бы не сказал, что все русские. Я бы сказал, что вот эти губки, впитывающие в себя, блядь, всякое говно, вот они как раз-таки этого фильма недостойны. Серьёзно, мне этих людей даже не жалко, блядь. Я считаю, что любой человек может измениться. То есть, с ним надо просто тупо серьёзно поговорить. Но сначала, чтобы перед тем, как с ним серьёзно поговорить, этого человека надо как-то, блядь, я не знаю, абстрагировать от того мышления, которое у него в голове. Мне кажется, там в башке нихуя нет. Один вакуум ёбаный. В черепной коробке, блядь. Беседа с Александром точно такую же долбую. Кстати, он тут выпустил видос, что он, блядь, перестаёт, блядь, закрывать свой канал, блядь, что ему ютуб, ютуб, от ютуба прилетело по шапке за видос по ложной обвинению в коронавирусе, блядь. И он решил, ну, блядь, меня никто не слушает, я обиделся, блядь, сука, я закрываю канал, меня никто не слушает. Блядь, да я твой видос посмотрел в одноклассниках, блядь. Выложить видос, блядь, я ебал в рот, сука. Я думал, это я, блядь, один такой пиздатый, сука, свои заблоченные видосы на фейсбуке я решил выложить. Ебануться. Посмотрите этот видосовый парковид, он, блядь, такой, такой, сука, ни хуй не унесёт, блядь. Пиздец, блядь, сука. Что ты, блядь, сука, реально предлагаешь делать, если маски, повязки, респираторы, вот что делать тогда, если они там давят, душат, блядь, меня, я респиратор, нашу уже как месяц, там, в училище к себе с респиратором, и я в нём нормально дышу, то есть я не дедок, который прошёл Второй мировой, такой, блядь, я ещё одну газовую не переживу. Я не такой, ну, блядь, короче, хуй с ним. Посмотрите этот видос, он, наверное, конченный долбой, я, блядь, прям шампанское открою, закрываю свою ебаную помойку, блядь, тупорую. Пельменина жирная. Ладно. Мне кажется, я уже реально не знаю, что мне сказать. Мне кажется, я бы сказал уже всё, что думал про этих людей, их реально, я считаю, ну, слушать, им что-то доказывать, это бесполезно. Возможно, эти люди, они в глубине души, они понимают, что неправы. То есть, когда они видят, что им люди реально что-то с аргументами доказывают, пытаются что-то доказать, они в глубине души понимают, что неправы. Но для них признать свою неправоту, это одновременно признать свое поражение. Они не могут, сука, признать свое поражение, потому что они эгоистичные, уебки, сука. Тупорылые, блядь. Ой, сука. Знаете, я вам сейчас такую цитату скажу, которую я придумал. Не знаю, я ее лично читаю, лично своей цитатой, я ее сейчас скажу вслух. Ох, Россия для россиян, Рашка для Ру-СМИ. Трактуйте это как хотите, я просто вот так вот высказываю. В общем, и что еще хочу по поводу западного проката сказать. Фильм, мне кажется, вот, мне кажется, должны посмотреть, опять же, те же серебряные коньки или фильм Никто. Вот еще по поводу фильма Никто. А фильм Никто, он как бы тоже там ничего русского нет, по сути, блядь. И что, блядь? Почему русское кино обязательно должно быть с чем-то русским определенно связано? Хотя в моей игроме, опять же, есть что-то русское. Я не скажу, что там что-то сверх как-то американизированное и куча каких-то отсылок. Но все равно, ну, ладно, не об этом, поняли. Блядь, я надеюсь. В Никто тоже ничего русского нет, но фильм русский. Найшулер снимал как бы, наш чувак как бы, который хардкор снял. И что-то, блядь, америкосом, он зашел почему-то, блядь, по мнению этих тупорлок, хуйсосов, блядь. А как так-то? В Западу что, нужно наше кино, блядь? Да, прикиньте, когда сделано с душой, с подходом определенным, то может все получиться. Я не знаю, провалится мой огром на Западе, и это еще покажет время. Надо посмотреть. Но пока что вот судить по одному вышедшему, вышедшему единственному в кинофильме бабу-фильму, это, считаю, глупо. Если бы вышли, там, выйдут последующие экранизации, там, бабу-комиксов, вот еще две экранизации выйдут, которые будут просто ебаным посредством и говнищем, я скажу, я бабусам скажу, бабусы, вы, конечно, меня извините, я, конечно, болею за российское кино, хочу, чтобы оно стало вскоре, но, извините, вы лепите какую-то откровенную парашу, так что я вас не хочу поддерживать пока что. Я бы сказал так, ну, блядь, пока что вышел только один фильм, и суди по одному фильму, блядь. Я смотрел ролик аниманьяка, и он там в самом начале сказал, что реально, арка про Чумного Доктора, это единственная арка, вообще, ну, не арка, вообще, блядь, единственный комикс бабу, где поднимается тема политики. И что дальше политикой в комиксах бабу и не пахнет вообще, блядь, и в поныне. Вот, серьезно. Чтобы вы понимали, я смотрю разных киноблогеров, практически всех там, ну, за исключением какого-нибудь, какого-нибудь того же Ильи Бунина или Ануара, которые просто несут откровенную неприкрытую хуйту, я смотрю там кучу других киноблогеров, опять же, какого-нибудь и Котику, Сокола, Чака, могу посмотреть, и так далее. Опять же, я не фанатею, я не фанатик какого-либо из блогеров, я, ну, я смотрю, опять же, либо чисто, ну, от нихуй делать, либо просто, чтобы он мог, там, не знаю, посмотреть на... У меня просто есть свое мнение, и если мое мнение не будет совпадать с чем-то другим, я могу с чем-то согласиться, с чем-то нет, с чем-то поспорить. Я люблю спорить в комментах, вот, я не знаю, если кто-то напишет мне коммент, адекватный коммент, я буду, мне будет приятно с ним поспорить. Я люблю споры, если эти споры там к чему-то приводит к какому-то компромиссу и так далее. Но, если мне пишет я на какой-то долбоюб, который просто впитал, блядь, посмотрел ролик Ховы, того же Ховы, я знаю, Ебунина и прочих долбоюбов, там Кашиштана и прочих, петь. Русский Джим Керри, я ебал, да я, скорее, не Джима Керри, и то больше оруб, там, в Вейс Винтуе или в фильме Маска, блядь. Человек, который впитал просто чужое мнение, потому что, мне кажется, большинство этих долбоюбов тупо нет своего мнения, блядь. Даже оно у меня есть. Опять же, я не объективен. Я просто, у меня субъективное мнение, но субъективное мнение, это не значит, что я должен прям хуйисусить всех и все, у кого есть другое мнение. Если такие люди мне напишут, они тут же полетят в бан. Дизлайкайте сколько хотите, я готов, я готов, блядь, давайте дизлайкайте, мне похуй, блядь. Я просто предупреждаю тех, кто посмотрит этот видос, что, типа, ну, будет много дизов и так далее. Российское кино на Западе никому не нужно, да-да-да-да-да, блядь, сука. Да, фильм никто, серебряные коньки, вот это все, это прям не нужно, блядь, на Западе, вообще нихрена не нужно, да, блядь. Кроме, да, блядь, кроме, опять же, России, блядь, других стран, континентов и прочих мест на планете Земля нет, только Рашка, блядь. Ну, там Азия, страны СНГ, опять же, и вот эта хуета вся, да, блядь. Ну, мне таких людей даже отчасти жалко, потому что они, блядь, не видели альтернатив, не видели других стран и так далее, не знают, как там все устроено. На Западе люди реально просто смотрят сам фильм, не то, блядь, сука, на чьи деньги, кто его спонсировал и так далее. Нет, если копнуть глубже, то можно, но там устроить срач в интернете, вот. Знаете, вот какая песня подойдет, как вот этим были комментаторам на ютубе, вот. Срач, 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 дикий срач, 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 дикий срач, 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 начался. Кто смотрел какие-то ступик шоу, тот меня поймет. Люди на Западе тупо смотрят на сам фильм, на то там, на игру актеров, на персонажей, на диалоги, на сюжет, на саундтрек, на драки, спецэффекты, трюки и так далее. На какие-то отсылки, на плюсы, минусы и так далее. Я посмотрю реально. У меня просто, опять же, я напоминаю, я живу в Чехии, и да, я за Россией просто, опять же, я говорю, тучу лет назад свалил. Я живу в Чехии, и у меня, у меня в классе есть где-то больше 20 человек, с которыми я дружу. Мы с ними реально, мы с ними реально семья, они вот это, блядь, они вот этот ёбаный падик полных, полных быдла, блядь, чем являются российские школы. Извиняюсь, опять же, что с кабеля российских школьников, но извините. Я могу любого из этих моих чуваков взять или чувих, посадить вот рядом со мной вот, сесть, я не знаю, вот так вот где-то вот, сесть с ними там, попкорн, колу взять какую-нибудь, включить Майора Грома, и после просмотра задать вопрос, что ты или, что ты понял или поняла из этого фильма, есть ли в этом фильме что-то пропагандистское. Я, опять же, понимаю, что человек иностранец, наши проблемы русских, проблемы русских, как говорится, не идёт, но, блядь, почему бы нам просто не абстрагироваться от ситуации в стране? Я понимаю, что вот мне даже показался этот посыл немного спорным в фильме, но это, опять же, если абстрагироваться или не абстрагироваться от того, что это кинокомикс. Ой, ёптвою налево. Я считаю, что фильм, ну, посмотрит, ну, как минимум много человек на Западе посмотрит. Я считаю, что вот во времена вот пандемии коронавируса вот стриминговые сервисы вот и она вдохнули, так сказать, в кино новую жизнь, а кинотеатры начали так потихоньку умирать. Так что я считаю, наверное, надо было фильмы, наверное, изначально на стриминговые сервисы скинуть. Например, тот же фильм «Годзилла против Конга», он на HBO Max просто его колоссальное количество народу посмотрело. Я считаю, что с чумным доктором должна быть, ну, примерно та же самая ситуация. Ой, господи. Ладно, напоследок скажу, что я, скорее всего, больше не буду. Меня самого эта тема заебала с Мэром Громом. Я просто хочу уже, реально, не записывать. Ну, у меня, реально, каждый раз меня, блядь, русские поражают. Я не могу. Я больше не буду, пожалуй, записывать ролики на эту тему. Потому что меня это, реально, как с детски достало, просто на случай, блядь. Если, реально, таких долгую его встретить, реально, не надо им ничего писать, доказывать. Они, блядь, эгоисты ебаные. Вот, реально, не надо просто. У них нет своего собственного мнения. Вот просто. Не надо им что-то там доказывать и так далее. Просто их обходите стороной. Или блокируйте, чтобы они вам в комнате не могли оставлять и так далее. Постоянно я таким людям что-то доказывать, это себе дороже. Они тупо переводят стрелки, либо кидают тебя тупо в игнор, блядь. И даже не могут определиться, блядь. Они, наверное, сами себе противоречат по поводу всего, блядь. Пруфы, говорите, провести. Так, блядь, вот вам пруфы, блядь. Идите, откройте, не знаю, ролик. Любой ролик, там, не знаю, с канала Чакревью, там, не знаю, Сокола. Да любой ролик по теме, там, с канала Кисимяки, опять же. Я Кисимяку не смотрю, я просто. Привожу, как пример, я просто зашел на ее канал. Откройте любой ролик, какой он блогер. Это обязательно, блядь, какой-нибудь чувак, опять же, скажет, что... Напишет в комментах, что фильм огонь. Он ему действительно понравился, и такое кино стоит поддерживать. И, блядь, Лена, я... Там, наверное, 87% из 100, что там, наверное, поналее слетятся вот эти ебаные коршуны, сука. И начнут, блядь, просто, блядь... Ой, лихий ебаный помет, сука. Да, ваше мнение, оно даже так интересно. Да, блядь, сука. Вы же такие пруфы привели, аргументы интересные. Ой, это же так... Нас это же так задело. Ой-ой-ой, блядь. Да, блядь, сравнивать один-единственный российский кинохомикс качественный со всеми голливудскими супергеройскими фильмами, я считаю, это реально глупо. Да, это же... Офигеть, сука. В общем, я, пожалуй, не знаю, закончил, скорее всего, этот видос не такой уж и позитивный, но, типа, что это реально, ну... За фильм, хоть и обидно, я считаю, но я все равно считаю, что эта битва была проиграна, но не война за фильм. У нас тут, у нас тут реально заделана киновселенную, а не на одноразовое кинцо. Я считаю, что такое кино надо реально поддерживать. Я, опять же, я не фанат Баббл, не фанатик Баббл, я, опять же, люблю всего по чуть-чуть. Я люблю, там, комиксы, видеоигры, аниме, прочее и так далее, там. Там, комиксами Баббл, как и комиксами Marvel, DC, там, не знаю, Dark Horse, Boom Image и так далее, я тоже интересуюсь. Но почему бы реально российскому кино не дать шанс? Я сколько, опять же, людей смотрел в комментах, некоторые говорили, что я на фильмогоне, они там, я на агитку не увидели. У меня реально вопрос, опять же, к людям таким, в чем заключается, мать вашу, за ногу? Вы с меня слышите, в чем, мать его, за ногу заключается агитка в этом фильме? В чем, блядь, сука, заключается? К чему, блядь? Нет, я понимаю, что, ну, к чему она призывает, по-вашему? Ну, блядь, хотелось бы как-то, ну, развернуто это объяснить, это все дело. Но это не дело, что без аргумий... Короче, ладно, это, опять же, это могут быть либо тролли, либо люди, чуваки, которые хотят похайпить, но... Ну, тролли и в Африке тролли, тролли как бы есть везде, это, мы добавим, это обыденность. Но если чувак, реально, с промытыми мозгами, блядь, приходит, реально, и начинает лить говно на фильм без причин, то у меня реально подозрение, что он либо фильм смотрел жопой, либо не смотрел нихуя, блядь. Я решил посмотреть обзор какого-нибудь Еблисрунина, да, я теперь так и не буду называть его, посмотреть, где он так все охуденно рассказывает, и, блядь, его же слова... Начинать писать в комменты. Да, 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 это ж так, сука, интересно, да, да, нахуй. Я считаю, что фильм на Западе должен зайти. Опять же, я считаю, что фильм не идеальный. Я считаю, что у него есть минусы. Какие-никакие, но плюсов у него тоже хоть отбавляй. Опять же, красивые съемки Санкт-Петербурга, там игра актеров некоторых. Там, знаешь, сюжет, хоть и банальный полон клише, но эти клише работают. Как и в большинстве случаев таких политкинокомиксов, там клише работают. Там еще, может, какая-то фигня может быть. Но это не мешает просмотру. Вот я реально... В общем, я реально с вами прощаюсь. Не слушайте подобных хуй плетов. Вот и обходите их стороной, им что-то доказывать бесполезно. В общем, с вами был Матвей Ноунейм. Ждите примеры моего грома на Западе. Будем держать за бабло в совпальце. Будем желать, чтобы у них все получилось, чтобы на них поменьше грязи было вылито. Больших помоев, вот этих долбоебов. Думайте своей головой. Не завистьте от чего-либо мнения. Будьте собой. Думайте своей головой, опять же. Всем пока.